Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Как правильно давать ребенку выплескивать свою агрессию в моменты, когда делаем не так, как он хочет? Так же легла сестренка ей почти год, начинается ревность, уже подходил, спрашивал, любим ли мы ее больше, чем его, так как она не каплитничает, как он. Смотрите, в первую очередь, ну вообще, да, нужно понять главное, что ребенок это то, что родители ему транслируют. То есть ребенок, маленький ребенок, сам и еще как-то создавать какие-то новые причинно-следственные связи, да, не может. Он отражает то, что транслируют ему родители. И соответственно, если ваш ребенок проявляет агрессию, то есть, ну вот, как бы, например, допустим, что-то сдерживает, да, и потом, как бы вот, ну, взрывается, например, да, что-то себе не позволяет. Если происходит такая история, если происходит вот, ну вот так, то скорее всего, речь идет о том, что вы, сами вы, делаете так все. И вот это, наверное, ключевой аспект, на который хочется обратить ваше внимание. То есть, если вы, сами, сдерживаете себя где-то в чем-то и как-то, то это же будет делать и ребенок. Поэтому, ваша задача, в первую очередь, постараться определить, в первую очередь, где вы себя сдерживаете, где вы не совсем искренне. Если вы пытаетесь быть не той, а вместе с мужем и не теми, кем вы являетесь. Вот это очень важный, как мне кажется, момент, в первую очередь. Второе, если ребенок выражает свою агрессию, самый лучший способ покричать, поплакать, вот. Может быть даже побить что-то, если, ну, такое желание у него возникает. Ничего как бы в этом страшного нет. Нет. Если хочет, если хочет, то пусть это делает. Дальше. Что касается цитровки, которая у него возникает. Здесь важный аспект, что ребенок, опять же, транслирует то, что ему, как бы, ну, то, что ему становится известно благодаря родителям. И, если у ребенка возникла такая вот мысль, что меня могут, там, ну, не любить, например. Или могут, как сказать, у другого ребенка, сестру любить, ну, больше, чем меня. Вот. И если там это возникает, то это значит, что подобная мысль была у родителя тоже. То есть, иными словами, подобная идея была у вас. И вот ваша задача, на мой взгляд, как раз таки, собраться с тем, а какие же у вас мысли по этому поводу? Думали ли вы об этом сами? Если да, то как? Как? Если да, то почему? И так далее. Так. Вот на это, на мой взгляд, вам нужно, в первую очередь, обратить свое самое пристальное внимание. И транслировать ребенку те мысли, которые, условно говоря, ну, как бы, и вы сами лучше чувствуете, и вы сами как-то вот хотите, и вам самой как-то вот может быть, ну, ближе, да? И тогда, вот на это, в данном случае, нужно обращать внимание, а не на, как бы, это. Поэтому здесь, в данном случае, в данном конкретном случае, я бы сказал, все зависит от вам. Ну, как от родителей, это, на мой взгляд, вполне нормальная такая вот история. Ну, то есть, нормально, что все зависит от вас. Вот, хотя вам, может быть, это не нравится, и вы, может быть, ну, можете с этим быть не согласны. С тем, что вы связались от вас. Ну, тем не менее, справа, и, как бы, ответственно, никуда не деться, потому что ребенок – это продукт вашего воспитания. То есть, о чем говорит ребенок? Ребенок говорит о соперничестве. То, скорее всего, эту мысль он откуда-то узнал, потому что ребенок изначально не знает о соперничестве. Понимаете? Изначально ребенок вообще не в курсе того, что соперничество бывает. Изначально ребенок вообще не в курсе того, что кто-то, там, дети могут, там, не знаю, бороться за внимание, там, своих родителей и так далее. Изначально ребенок вообще не в курсе. Вот. А кто-то, насколько ты это узнал. Поэтому я не думаю, что подобное получилось или проявилось случайно. Что-то в вашей семейной системе на это маленького человека натолкнуло. И наши задачи как психологов, а ваши задачи как родителей – в этом разобраться и определить, что конкретно навело ребенка на подобную мысль. Как только это будет замечено и подкорректировано, я думаю, проблематика уйдет. Вот. Понимаете? Хотя, возможно, что потребуется какое-то время, здесь уже зависит от возраста ребенка. Я бы рекомендовал с одной стороны несколько более активно, что называется, привлекать, я так понимаю, что это мальчика. Привлекать мальчика к воспитанию сестры. Вот. Ну, то есть активно, да, более активно, чтобы он активно участвовал в воспитании своей сестры. Вот. Это важно. Достаточно. С одной стороны. И с другой стороны, чтобы он получил от вас ровно столько внимания, сколько вы хотите и можете ему дать. Не больше, не меньше. Худшее, худшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это начать дозировать. Начать дозировать, ну вот, свое внимание. Так, я бы сказал. Это худшее, что вы можете сделать, потому что отсюда появляются обиды, отсюда появляется неудовлетворенность, отсюда появляется зависть и все остальные прелести невротического, ну, невротического поведения. Так. Так. Можно. Сказать. Вот. Дабы этого изучать, вот нужно двигаться вот в таких, в таких направлениях. Вот. Естественно. 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 решать. Естественно. Естественно. Только вам. Естественно. Ну, то есть только вам решать, как вот все будет происходить и как вы будете выстраивать отношения с своим ребенком. Вот. Но, вот, с моей точки зрения, с точки зрения опыта, ну, я имею ввиду психологию, с точки зрения психотерапии, вот, имеет смысл обратить внимание на данные аспекты, как на основные. Вот. И больше внимания уделять не столько ребенку, ну, в вопросах коррекции, да, а больше внимания уделять именно себе. Потому что, да, от того, как вы будете видеть, от того, как вы будете двигаться, от того, как и вы будете транслировать своему ребенку мысли, зависит, ну, как бы, ну, 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 в данном случае зависит будущее. Вот. Я не побоюсь этого слова. Хотя и понимаю, что, ну, ну, может быть вы к этому, вот, отнесетесь, ну, так вот, ну, как к чему-то несерьезному или как. Например, к излишней драматизации. Вот. Чего бы. Мне, например, конечно, не хотелось бы, потому что ситуация достаточно серьезная. Итак. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Если это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле помощь, пригодится и быстрее и эффективнее получится разрешить ту проблематику, которая у вас присутствует. Ну, вам самого доброго.